Егор Борисов издал указ об объявлении следующего года в республике годом в содействии занятости населения. Руководитель региона рекомендовал органам местного самоуправления, общественным объединениям и организациям всех форм собственности принять активное участие в его подготовке и проведении. Между тем, Хангалаский Улу с начала этого года усиленно взялся за борьбу с безработицей и уже подводит первые итоги трехлетия труда и самозанятости населения. Подробности в сюжеты Виолетты Засимовой. Первый год трехлетия труда и самозанятости населения повышали престиж рабочих профессий и развивали местное производство. Так, в течение года проводились конкурсы профессионального мастерства «Лучший сварщик», «Лучшая медицинская сестра», «Лучший почтальон». Победители получили денежные призы, а их изображения вывесили на билбордах города Покровска. Местное производство в Улусе представляет такие крупные предприятия, как конезавод «Бертеха», «Наласас», «Самартай», и Мегюнские, и Максоголовские хлебозаводы, а также немалое количество крестьянских хозяйств и частных предприятий. Ведущие хозяйства у нас открыли 18 новых рабочих мест. Но для этого, конечно, была проделана большая предварительная работа. В течение последних трех лет было привлечено порядка 20 миллионов рублей. Значит, это со всех источников бюджета. В августе «Хангаласам» презентовали первый в Якутии центр деловой активности, который в скором времени заработает в полную силу в городе Покровске. Это все тот же центр занятости населения, но уже в новом формате и с дополнительными функциями. Все государственные услуги, которые предоставляются центром занятости населения, остаются. Кроме этого, добавляется предоставление профориентационных услуг для населения, в первую очередь для учащихся, начиная со средних классов. И основной упор будет делаться на психологическую поддержку населения, в связи с чем Госкомитет открывает штат психолога, точнее, будет штатный психолог в центре деловой активности населения. Еще в своем прошлогоднем послании к Государственному собранию «Утумен» глава Республики Егор Борисов отметил, что самой острой проблемой якутияне признают вопросы занятости и безработицу. Именно тогда главой Хангласского УУСа Гаврилом Алексеевым было принято решение об объявлении на территории района трехлетия труда и самозаинтости. В 2008 году у нас в УУСе был объявлен Год молодежи, и следом в 2009 году был объявлен Год молодежи в Российской Федерации. То есть сегодня констатирует лишь один факт, наверное, что мы сегодня на правильном пути и задаем правильный темп развития УУСа в целом. На будущий год руководством района определены следующие направления деятельности в рамках трехлетия труда и самозанятости населения. Это продвижение крупных инвестиционных проектов района. Агропромышленный комплекс Покровский в селе Улахан, туристко-рекреационный кластер Ордудойду и кластер для реабилитации пожилых инвалидов в селе Верхний Бестях. Виолетта Зосимова, Александр Ярков, НВК САХА, Хангалатский УУС.